Дмитрий Емец. Шныр. Книга восьмая. Седло для дракона. Человек — это прочитанные книги, ищущие беспокойство духа, силы, привычек и немного генетики. И больше, по сути, ничего. Но ведь еще много зависит от того, какие книги читать, и когда, и с какой целью. Это да, но, по большому счету, все это само выправляется. Кавалерия. Так вот, господа молодые офицеры, я давно заметил, что люди сделаны из различных материалов. Существует глина обыкновенной, и существуют глина огнеупорная. Есть железобетон — очень распространенный материал. Попадаются керамические изделия. Есть люди, крытые черепицей. Существует конструкция из готовых блоков. Вот Лёва, он крыт соломой. А вы, лялечка, по-моему, сделаны из заменителей. Я имею в виду самую качественную синтетику. А вот наш друг Володя, он выполнен из современных материалов. Он антимагнитен, морозоустойчив, водонепроницаем, антикоррозин — это тугоплавкий металл. Его можно запустить в космос, и он не сгорит в плотных слоях атмосферы. Вот почему я за него спокоен. Фильм «Июльский дождь». Глава первая. Два самородка. В нормальных условиях мы представляемся себе исправными, даже благородными, но чуть какой перегруз или сбой, или что не по-нашему, сразу грязь жуткая переть начинает. Рвём друг друга в клочья, выкрикиваем что-то бессвязное, кусаемся, дерёмся, вспоминаем обиды. Значит, эта грязь и в нормальном состоянии есть. Просто прячется. Хочешь узнать, какой ты, понаблюдай за собой в минуты усталости. Кавалерия. Стоит по колено в воде юный Мокша. Поит Пегов. Он любит смотреть, как они пьют, как фыркают, как после поднимают головы, как срываются с морд тяжёлые капли, разбегаются от капель круги, уносит их быстрым течением. Пегов три. Ширяй, Стрела и Птенчик. Ширяй пьёт долго, вдумчиво, с ощущением важности того, что делает. Мощный жеребец, почтенный, уверенный в себе. Он и в реку вошёл глубже других, почти по грудь. Бока его, принимая воду, раздуваются, как кузнечные меха. Стрела переступает с ноги на ногу, то и дело оглядывается. Воды же касается самыми кончиками губ, точно целует. Она беспокоится за Птенчика, своего же ребёнка. Птенчик смешной, хвостик у него куцый, не бежит, а прыгает точно на пружинках. Заскочит в воду, испугается и сразу назад. Под попонкой торчком стоят маленькие крылышки. Мокша часто думает, что надо было назвать его кузнечиком, да вот поспешили. На песке, вытянув ноги, сидит Митяй желтоглазый, смотрит на суету на противоположном берегу. Много там людей, чисто как муравьи мельтешат, топорами стучат, пилят, леса ставят, костры палят. Тянутся вдоль берега гружённые подводы, суета, крики. Оно и понятно, кремлёвскую стену до неба возвести, ни кабак построить. Тут десяткам каменщиков не отделаешься. Важное это дело княжеское. Наискось впадает в Москву реку весёлая речка Неглинная, в треугольнике на высоком мысу Кремль. И так давно, всего лет триста тому назад, были здесь только ров, песчаный вал и деревянные стены. Подпирали их крюковые жерти. Убери подпорки и завалятся стены. Поползут от дождей брёвна по крутому склону. Каждые двадцать-тридцать лет, как по расписанию, пожар. До тла выгорает город, выгорают деревянные стены. Где завалятся, а где стоят почерневшими головёшками. Ждут лишь толчка, чтобы осыпаться. Опять их возводят, расширяют, прирезают к Москве новые и новые куски. Как птица-феникс восстаёт из пепла обновлённый город. Много леса вокруг. Есть из чего строить. Да только сколько можно. Горит и горит. От лучинки, от уголька, от опрокинутой лампадки, от неприятельской запалённой стрелы. Уши из мёртвого дуба пробовали стены возводить. И насыпи делали. Всё едино. Надоело это московским князьям. Перед Дмитрием Донском потянулись из мячково, из дорогомилого подводы с камнем. Легко режется известняк. Сноровисто работают мастера. И года не прошло взлетели к небу сероватые стены. Как зальёт их солнцем, вовсе белыми кажутся. Митяй, смокший, ещё помнят Кремль тем прежним белокаменным красавцем. Девять башен, деревянные кровли на стенах. Но вот теперь уж год или два тому началось новое большое строительство. Со всей Руси собрал князь Иван Третий и мастеров. Красив известняк да ломок. Не устоять ему против пушек. Заменяют его кирпичной кладкой. Подводят насыпи, возводят прочные высокие башни. — Ты сегодня ныряешь? — спрашивает Мокша. Митяй кивает, ложится на спину, смотрит в небо. Вокруг лесистые зверьём кишащие холмы. Медведей тех поменьше стало, оттеснили их люди. Отошли они вглубь немыслимую. В Сокольнике, в Раменке, в Сущёво. Затаились в тамошних чищобах. А вот пушных зверей, птиц, бобров, тех до сих пор море. Волки тоже озоруют. Редкий день не режут крестьянский скот. — Я с тобой нырну, хорошо? — искательно спрашивает Мокша. Из высокой травы кивнуть нельзя, а Митяю не хочется отвечать словами. Поэтому он поднимает ногу и утвердительно сгибает её в колени. Мокша смеётся. Вот так Митяй на гойки вдул. Он счастлив, он любит нырять с Митяем. Тот знает двушку, как свои пять пальцев, а закладки те просто нутром чует. Порой ему даже копать не приходится. Но клонится, поднимет обычный с виду камень, перевернёт, а внутри плещет синевой цветок. Горит сдвоенная ягода или золотится тонкий с нитяной ножкой гриб. — Как ты нашёл? — восклицает поражённый Мокша. — Не знаю, условно, кликнул меня кто. Но сейчас мы не его ищем. Пусть подождёт. И Митяй заботливо возвращает камень на место, не забывая перевернуть его так, как он лежал прежде. Обычно ныряльщик выматывается на двушке за несколько часов, а Митяй порой там даже ночует, правда, зарываясь в листья или хвою, потому что он всё же человек, и болеет, и страдает, как и все. Больше всего досаждает ему рана, лисий укус. Лису раскопал в норе и подкинул в избу Кика златовласый, беспокойные ручки, которые бы точно для того привешены к телу, чтобы доставлять всем беспокойство. Порой Мокша прикидывает, как было бы хорошо, если бы Кика родился вовсе без ручек, какой бы он тогда был хорошенький, с кукольным личиком, как бы все его жалели. А так и кудри пшеничный и румянец на всю щеку, и улыбка белее снега. А так и тянет размахнуться и двинуть его со всей мочи. Со своей золотой пчелой Кика обращается ужасно. То в пироге её запечёт, то в угли закопает, а то наберёт невесть, где шершни, тарантулов, даже египетского скорпиона как-то выменил у заморских купцов на стрелецкую серьгу и устроит в Лукошке смертельный бой. Всё интересно ему, существует ли на свете насекомое, которое одолеет его пчелу. Да вот только пчела у Кики не ему чита, драк не любит. Минуту-другую потерпит уколы скорпионову жала, а после развернётся, лениво проползёт насквозь стенку Лукошка и была такова. С укусом же вышло так. Перепуганная лиса забилась за печи, когда Митяй попытался её вытащить, выкусила у него из голени кусок мяса. Хорошо так выхватило с палец. Уж полгода прошло, а рано всё никак не заживает. Не ступишь, не коснёшься. Два раза Мокша слышал ночью, как Митяй стонет. Колень — место для укуса, для наездника самое скверное. Как стиснешь ногами бока пега, когда на внутренней части голени открытая рана? Конечно, Митяй всё равно ныряет, обмотав рану тряпицей. Да чего ему это стоит? Хотя из-за этой раны, если вспомнить, и была принесена первая закладка. Мокша с его цепкой и жадной памятью до последнего слова запомнил рассказ Митяй. Привязал я, ширяя у гряды. Потащился вдоль скал. Нога болит так, что прям хоть ножом её режь и в куски бросай. В болоте путлище растёр. Вдруг вижу трещинки на скале. В одно место сбежались, и по центру там подтёк глины. Подошёл я. Поскрёб лопатой. Ничего. А как стал рукой щупать, полыхнёт. Чё-то ярко. Я чуть не ослеп. Вижу алый виноградный лист. Но не целый, а обрывок. А на нём маленькая синяя улитка. Я в них так и вцепился. Отколол, держу в руке. А сияние всю ладонь охватило. Кожа олеет. По жилкам синие ручейки бегут. И понимаю я. Не словами, а так как-то, что рана моя сейчас затянется. Сил прям с каждым мгновением прибавляется. Чувствую ещё чуток, и смогу по отвесной скале вверх сбежать. И что? Взбежал? Прошла рана? Нет, грустно, отвечает Мокша Митяй. Сам видишь, до сих пор хромаю. Разжал я руку. Почему? Зачем? Чуть не кричит от обиды Мокша. Старика одного ясно так увидел. Прямо перед глазами вырос. Ты его знаешь. У чудового монастыря милостыню просит. Ноги у него кругом в язвах. Крымчакам, говорит, в плен попал. Тебе продать хотели, да видят хил больно. Не дадут цены, один прокорм дороже станет. Составили его по углям пробежать. Листанули на гайкой, да и прогнали в степи. Думали, околеет, а он на карачках. К своим приполз, неделю полз. Прямо так и неделю. Врёт он всё, хмыкает Мокша. Нищие вечно врут. Один тот тоже хвалился, что воин в бою изранен, а после оказалось, что его брат родной косой поперёк лица посёк. Не поделили чего-то. Ведь они слушают. И понял я, что лист с улиткой надо этому старику отдать, что для него он, а не для меня. И ещё понял, что если себе возьму, не пустит меня больше заветный мир. Не смогу я больше сюда нырять, ни на ширя и ни на ком другом. И так и отдал старику, охает Мокша. Митяй смеётся. Так и отдал, а перед тем в лопух завернул и в сумку поскорее сунул, и всю дорогу боялся к сумке прикоснуться, потому как очень уж хотелось у себя оставить. Не верил я себе. Мокша потом нарочно ходил к чудовому монастырю глядеть того нищего. Старик, как и прежде, попрошайничал. Сделал себя костылики, язвы, сдавленных ягод навёл. Ещё жальче вышло. Купчих прямо слеза прошибала. Да только прочие нищие зависливо шептались, что бегает он теперь быстрее зайца. Затеяли тут двое его побить и кружку отнять. Через плетень сходу сиганул, даже ногой не задел, а плетень-то врос человеческий. Пеги наконец напились, стоят, пофыркивают, ждут. Птенчик уже пристроился сосать мать. Та сердито толкает его мордой и нюхает. Он ухитрился вывалиться в траве, где кто-то чистил рыбу, и рыбный запах стрелей не нравится. — Парадом. — Идём, что ли, — говорит Митяй. — Идём. Мокша тянет стрелу за повод. Стрела — его кобыла, только его и больше ничья. Он один на ней ныряет, хоть кое-кто и недоволен, что он забрал её себе. Уж больно хороша и на крыло легко. По воздуху скользит, как по воде рисует. Ради неё он и чалой изменил. Уступил её Сергеюсу немалу. Фадей Нагата втайне завидует, а мещеря губастый однажды раскричался, за грудки стал хватать. Хорошо гулк ражей вступился. Гулк мрачный, бесстрашный, один из лучших кулачников на Москве. Кулак, как дыня, сожмёт, и то уже страшно, а как ударит, говорят, кирпич, из печи может вышибить. Птенчик ещё не летает, приходится вести лошадей в поводу. Ментяй Мокша жалеет, что не удалось попасти лошадеи перед нырком. На правом берегу Москвы реки заливные болотистые луга. Хорошее место. Травы сочные, вкусные. Да только с разбором надо. Того и гляди, провалится пек по брюху в грязь и зрежется осокой. Четыре века спустя здесь раскинется купеческое замоскворечье. А пока что травы, ручьи и множество птиц, паркивающих, когда ведёшь коня по лугу. Митяй идёт медленно, прихрамывает из-за своей ноги. Ему бы на жиряя забраться. Но Мокша не садится, чтобы не утомлять стрелу и дать ей побыть с жеребёнком. И Митяй тоже не садится. Он не может так, чтобы в чём-то ему лучше было. Его совесть станет грызть, а он так не любит. Она у него грызучая — совесть. Наконец добираются. Это ещё, конечно, не тот шныр, что возникнет под Копытовым. Копытова и вовсе ещё не существует. На его месте луга, леса и речушка, которая потом оскудеет в ручей. Да и главной охранной закладки пока тоже нет. И нерпий, и фигурок, и ведьмарей. А раз так, то и жить можно где угодно. Лишь выбери место поспокойнее, чтобы крылатых лошадей от любопытно глаз укрыть. Между двумя небольшими холмами, один из которых при строительстве кремлёвских стен был глиняным отвалом, затаился большой пустырь. Из жителей Москвы и окрестных сёл строиться на нём никто не пожелал. Огородов тоже не заводили. Камни и глина. Тут и репка не вырастет. А раз так, то никто здесь и не бывал. Разве иной раз забредёт чья-нибудь отвязавшаяся коровёнка потопчется, подумает, брякнет колокольцем и повернёт назад. Сейчас на пустыре, прижавшись к дальнему холму, стоят два больших сруба, соединённых перемычкой, вроде крытого зимнего хода. Каждый сруб клетей из трёх, да ещё с перерубом. Построено прочно с заботой. Брёвна первого сруба положены в обла с остатком, второго же в лапу, точно несколько хороших плотников соревновались между собой в мастерстве. Фундамента нет, но нижние венцы срублены кондовой, сосны и лиственницы. Такая полвека подгнивать будет, не подгниёт. Под углы срубов подведены валуны вдоль стен стулья из обрезков толстых брёвен. Тут же рядом пегасня. Тоже крепко стоит. На века пегасню и срубы окружают общий чистокол. Здесь и колодец, и пёс великан цепью свякает, лает глухо, с раскатом точно из пушки пьёт. Крепость не крепость, да только при случае отсидеться можно. Всё новое, свежее, недавно отстроенное. Года полтора назад весной случайно нашёл на это место Фаддей Нагата. Постоял, позыркал, почесал грудь, почесал живот. Внешность у Фаддея такая, что раз увидишь, навек запомнишь. Волос на лице редкий, чуть с рыжинкой, но необыкновенно толстый. Он как-то равномерно опушает всё лицо до самых глаз, но всё равно непонятно, борода это или нет. Обычно такой порослю бывает покрыта спина у старых турок. Глаза были несколько на выкате. Наглые, умные, как у судейского чиновника. Взглянет на секунду, вмиг всё оценит и сразу же взгляд свой страшный, отведёт и в землю воткнёт, чтобы не выдать себя. Ноги кривые, ходит в перевалку, говорит басом, одет в какие-то живописные лохмоти. Кика златовласый, дразнит, что он похож на спившегося песца. Сразу оценил Фаддей пустырь. И от глаз укрыто, и до города рукой подать. Вернулся Фаддей. Они тогда у села Воробьёва жили, но не сразу сообщил остальным, что нашёл хорошее место. Хитёр знает, что не все захотят перебираться. Хлопотно это, мороки много строиться надо. Все, конечно, переругаются, а ему, Фаддею, шишки нету. Что-то иначе надо. Выждав денёк или два, Фаддей осторожно буркнул при Матрёне Аляповой, что вот местечко есть там-то и там-то, и река рядом, и пегом приволье, и уединённое, да вот только, ну, его, нам и здесь хорошо. Сказал это точно сам себе, в землю глядя, и ушёл торопливо. Ну, а Матрёна Аляпова, известное дело, любой новой идеей увлечётся скорее, чем ты её с середины доскажешь. Ей бы только побольше преобразований, чтоб топорики стучали, пилы визжали, чтоб все бегали, суетились. Это для неё родная стихия. Не ошибся, Фаддей. Матрёна сразу на ночку свою вскочила и полетела пустырь между холмами глядеть. Вернулась через час и начала зудеть. Перебираемся сию же минуту. Что нам в яме мокрой сидеть? Её урезонивали. Какая мокрая яма? Чего напрасно угородишь? Весной подмоет на недельку, а так трава в рост приволье. Понятное дело, споры начались. Да разве Матрёну перекричишь? Ты и пик. Она тебе тра-та-та-та. Такая и эльбам в болоте зубы заговорит. Да погоди. Хоть до сенокоса подождём. Урезонивала её носка гнездила. Нечего ждать. Я тебя знаю. Ты откладывать, мастер. Сейчас говоришь, до сенокоса там заявишь. До первого снега. Мол, все срубы разберём, а на санях их вмиг дамчим. А как снег выпадет ты? Ой-ой, чего по морозу пегов гонять? Печей нет, перемёрзнем на новом месте. Давай весны ждать. Передразнивала Матрёна так, похоже, что все хохотали. Носка гнездила вздыхал. Он знал, что единственный способ прекратить спор — перекинуть Матрёну через плечо и отнести в сторонку, чтобы закрыть ей рот поцелуем. Причём и с плеча она будет кричать и размахивать руками. Да мы недавно только колодец закончили. Ты, между прочим, больше всех голосила, чтобы его копать, возражал мещеря губастый. — Вот и обнимайся со своим колодцем! Матрёна уже искренне не помнила, что и колодец возник как следствие её порыва, как она не помнила вообще обо всём, что было уже завершено. — Сидите в своей яме и лягушек колодца разводите! А мы с ночкой прямо сейчас туда летим! В поле будем спать, землянку себе выкопаем! — Да погоди ты, не трынди! Тут, сообщав, всё решать надо. Миром с досадой останавливал её Фадей. Он опасался, чтобы Матрёна в самом деле не сорвалась и не улетела. Поживёт три дня в поле, вернётся в усмерть простуженная, да на том всё и погаснет. — Не буду годить! — пушевала Матрёна. Её укоризненный палец выцеливал, надея на гаду. — И ты тихоня тоже не хочешь никуда ехать! Ты главный подзуживальщик! Здесь сидеть, я тебя знаю! Фадей вздыхал и, пригорюнившись, застенчиво сгрёб ногтями поросли на щеке. — Что ж со мной поделаешь, ежели я, будем говорить, такой домосед! — говорил он всем своим видом. Мещеря губастый и нос как гнездила, ободряюще похлопывали его по спине. Последнее слово, конечно, было за Митяем. Он неспешно, придирчиво осмотрел место, посовещался с Титом Михайловым, Мокшей, Гулком, тем же Фадеем, который и здесь благоразумно остался в сторонке, и, наконец, принял решение, что да, перебираемся, чего уж. Митяй осторожен, нетороплив. Не просто Митяю со шнырами, ох, не просто! Один раз, как все в очередной раз пересурились, сказал он, Мокшей в сердцах, вот ты говоришь, унимай, а как уймёшь, ежели они слов не слышат? Будь я разбойничий атаман, дело другое, дал кистью нём в голову и все дела. Первое время, как их, позвали золотые пчёлы, чья колода ульи появится позднее, стоит теперь у пегасни под охраной сердитого пса, все шныры были охвачены единым порывом. Дни и ночи проводили у пегов, чистили, холили, и всякую свободную минуту рвались с небеса. Летать, летать. Ну а там нырки начались? Новизна, восторг, ощущение тайны и чуда. Причём не того чуда, в которое веришь больше разумом, услышав от кого-то и втайне, сомневаясь, а чудо твоего личного, постоянного, живого, каждодневного. Разгонишься на пеге, обхватишь руками его шею, прижмёшься до боли, пронижешь расступившуюся землю, и вот оно чудо перед тобой. Хочешь глазами смотри, хочешь руками трогай. Некоторые даже до лавок не доходили от усталости, так и спали в пегасне на соломе. Ну а после попривыкли и к ныркам, и к пегам. Первый восторг отскрёбся, потускнел, как тускнеют со временем золотые пчёлы. Чудо стало привычным, почти потеряв ранг чуда, и тогда начались трения. Люди, даже самые неплохие, не могут без того, чтобы не ссориться из-за всякой ерунды. Семья ещё туда-сюда, из семьи, как из дубовой бочки посреди моря, никуда не убежишь. А вот если не семья, не просто трудно, безумно трудно терпеть друг друга, особенно если долго находишься рядом. — Я понимаю, что он хороший, я тоже очень даже неплохой, но почему он ковшик берестяной никогда на место не кладёт, а? — жаловался Сергиус Немов на Ивашку Кудреватого. — Да он мне самому нужен, ковшик так, — горячился Ивашка. — Я ж не спорю, что нужен, но на место-то его вертай, шестик-то зачем торчит? — А ты седельную сумку мне и задрал, хоть выгребную яму бросай. — Я не задрал, а пек изживал. А ты за пегом своим следи, и пойдёт перебор до последней косточки, до последнего зажилиного гвоздика. Где двое, там всегда и третий впутается, четвёртый начнёт всех успокаивать до того, да успокаивается, что рубашку на себе порвёт и головой будет в печку стучаться. — Беспокойная Матрёна, конечно, на этот стук сразу явится со своим тра-та-там и до того довоюется, что ей ведро до голову нахлобучат. — За Матрёну носка вступится и пошло-поехало, хорошо, если без драки обойдётся. — После кинутся все к Митяю. — Да что ж, может, Митяй, всем шныром личные ковшики раздать? — Так и кроме ковшиков всегда повод отыщиться. После, конечно, помирятся все, да трещинка нескоро срастётся. Недаром, говорят мудрые, — люби людей как себя, да берегись их больше огня. Ближе к вечеру Митяи с Мокшей ныряют. Митяй, как всегда, на Ширя и Мокша на Стреле. Проходить болото вдвоём сложнее, чем одному. Тому, кто летит первым в тоннеле, всё же полегче. Не все эльбы успеют натянуть охотничьи паутинки. Пока спохватятся, пока подползут. А ныряльщик уже промчался дальше. Туда, где крошечной искоркой сияет выход на двушку. Второму же сложнее. И эльба готова, и паутина ждёт. Выходит, вперёд надо того ныряльщика пустить, у кого опыта поменьше или пег слабее. Только не положено у пегов слабому вперёд сильно вылететь. Слабый конь будет в тоннеле упрямиться, оглядываться, опасаться, что его зубами за круп хватанут. А тем временем и седок, и с пареньями болота надышится. Покажется ему, положим, что покойная бабушка блинков напекла. Прыгнет он с седла болота, а перед тем пега остановит. А если он застрял, то и тому, кто сзади летит, пропадать. Узок тоннель, в нём не разойдёшься. Так методом проб и ошибок выработалась единственная верная тактика. Сильному нужно лететь вперёд, причём предельно быстро. Слабый же, не отставая, должен нестись за ним, как камень из прощи. Так нестись, чтобы нос его пега буквально прирос к хвосту вожака. Тогда болото как по маслу пройдёшь. Опять же, когда отстать боишься, меньше времени остаётся бабушек с блинками разглядывать. Раньше, когда Мокши нырял на Чалой, сложностей не возникало. Со Стрелой же всё было не так просто. Конечно, Стрела — идеальная кобыла. Мечта любого наездника. Пластичная, умная, стремительная. Почти во всех смыслах лучше Чалой. Чалой тяжеловато, и крылья у неё поменьше, и устаёт скорее, и в животе у неё как-то смешно бурчит, точно там ручеёк, камешки считает. И привычки у Чалой такие, что иной не поверит, пока сам не увидит. Мышат ест и птенцов. Найдёт, где мышонка или в траве птенца отыщет, мягкими добрыми губами как пылесосом втянет и стоит задумчивым видом, точно вслушивается в себя. Не чирикает ли во мне воробушек? Не пищит ли мышка? Да вот только смешная Чалая за Ширяем последовала бы куда угодно. В колючки, в воду, прыгни, Ширяй, в огонь. Чалая и туда бы за ним скаканула. В болоте Чалая от Ширяя и на сожень не отрывалась, как приклеенная проходила, хоть повод бросай. Если существуют кобылья любовь и доверие, то это то, что у Чалой к Ширяю. Для пегов же, ныряющих парой, доверие — первейшая вещь. Стрела же к Ширяю относится совсем иначе. Она сама себе царица. Куда хочу — лечу, чего хочу — ворочу. Прирастать к его хвосту она уж точно не собирается. В ту сторону хоть Стрела и скучала, по жеребенку прорвались легко. У Мокши был секрет, как проходить болото. Секрет простой. Чтобы не попасть в сети склизких карликов, надо упорно думать о чем-то своем. Все равно о чем, но очень настойчиво ни на что не отвлекаясь. Когда Стрела неслась через болото, Мокша прижимал подбородок груди и, не отрывая взгляда от ушей лошади, повторял про себя. Какая чудесная грива! Уродцы, правда, и тут подбирают ключик. Уже на выходе из болота Мокша, сотый раз, восхитившейся гривой, вдруг понимает, что она целиком состоит из шипящих змей. От неожиданностей Мокша бросает повод, взмахивает руками и запястьем, задев охотничью паутинку Эльба, едва не вылетает из седла. От ужаса он кричит легким, и зачерпнув испарение болота. То тут Стрела с отчаянным ржанием рассекает паутину крылом, и они прорываются. Разгоряченное лицо Мокши овразумляющее обдает свежим ветерком двушки. Все, с гривами пора завязывать. На обратном пути буду восхищаться ушами. Ух это, небось, в змею не превратится, говорит он себе. Они плывут сквозь вечный рассвет. Все здесь застывшее, неподвижное, даже сумрачное, но воздух дразнящий. В нем разлитая неясная радостная тревога, ожидание, надежда. Мокши не может объяснить точнее, даже не пытается. Ему довольно ощущение. Под ними море склоненных сосновых вершин. Впереди одеялом тумана укрытая даль, за которой угадываются скалы-подковы. Митяй придерживает Ширяя, чтобы оказаться рядом с Мокшей. Кричит, вытягивая руку вперед. Мокша видит, что его спутник показывает на одинокий голый холм посреди густого леса, похожий на бритую макушку ксенца. Приметное место, вот только от гряды далеко. Мокша удивлен. Закладок здесь не отыщешь, хотя Митяй не всегда ищет закладки. Ему больше нравится просто познавать двушку. Вродить по ней, как по заповедному лесу, дышать ее воздухом, зачерпывать глазами, впитывать ушами ее звуки. А закладки, они и сами отзовутся. Они садятся на холме, привязывают пегов к кривой сосне, которая, отбежав от леса, походит на одинокий волосок на проплешине. — Зачем мы сюда? — спрашивает Мокша. Митяй плюхается на траву, лежит, смотрит вверх. Так лежать и смотреть он может часами, и о чем при этом думает, неизвестно. — Скоро узнаешь, — Штейнсна, — обещает он. — Хочу тебе кое-чего показать. Никому не показывал. Ни Титу, ни Сергеюсу. Ты первый. — Что показать? Митяй улыбается в небо. Не спешит. — Двушка огромна, — говорит он. — Нам кажется, мы ее знаем. Смех! На самом деле мы знаем. Вот такой вот кусочек, словно иголочкой пирог кольнули. — Как не знаем? — А гряда? — спрашивает Мокша. Митяй пожимает плечами. Мокша угадывает это движение по шевелению травы. — Что первое, что даже вторая гряда, это как каемка на блюде. Знаешь, гончар, иной раз с кончиком ножа две бороздки для лепоты проведет. Нас на само блюдо не пустили еще, а только на его краешки поползать. — А что ты видел? За второй грядой расскажешь? — жадно спрашивает Мокша. Всем шнырам известно, что однажды Митяй уже побывал за дальними синеющими горами. Двушка пропустила его во второй его нырок. Сам Мокша тогда отказался от нырка, побоявшись разбиться, теперь очень об этом жалеет. Иной раз в кровь губы кусает. Да только прошлого не воротишь. Митяй долго молчит, потом отвечает, но осторожно очень отвечает, нашаривая слова. О том трепетном нельзя иначе. Он это чувствует. — Лепо там очень. Захребнулся я от лепоты. А вот описать не могу. — Слов у нас таких нету. Точно в раннем детстве с маминых рук великает кругом тебя что-то цветное, прекрасное. А что? Зачем нужно? Как называется? Пытаешься лишь понять, доброе оно или нет. — И как доброе? — Доброе, — убежденно отвечает Митяй. — Очень доброе. — А почему других не пускает, если доброе? И тебя лишь раз так далеко пустило? Это Мокша понять никак не может. — Не знаю, — отвечает Митяй. — Значит, нужно так. И тут он словно сомневается, говорить или нет. Не один раз меня за вторую гряду пускало. И другой раз тоже был. — Когда? — выдыхает Мокша. — Идем. Об этом потом. Митяй легко вскакивает, оглядывается на Мокшу и, поманив его, за собой бежит. Мокша не отстает. Они поднимаются на вершину холма. Мокша запыхался, вытирается лопот. Митяй все так же свеж. Он садится на корточки, раздвигает траву, и Мокша видит большой плоский камень, рядом с камнем, молоток и несколько зубил разного размера. — Твердый, очень трудно высекать, — жалуется Митяй. Так я каждый раз сюда на часик залетаю, постучу и оставлю. Мокша склоняется над камнем. На нем много старательно высеченных фигурок. Не все удались Митяю в равной мере. Все же он не скульптор, не резчик по камню, хотя мало у кого из скульпторов или резчиков нашлось бы столько увлеченности и рвения. Пестами заметны лишние сколы, а кое-где и сам камень имеет пустоты и вкрапления. Это сдваивает ошибки, усиливая шероховатость работы. Мокша начинает разглядывать фигурки, начиная от края камня к центру. Рядом неуютно переминается с ноги на ногу Митяй. Переживает. Все-таки Мокша первый, кому он это показывает. Мокша узнает русалку, льва, который отличается от кота лишь наличием гривы и треугольными зубами. Вот бородатый кентавр, а вот и птица с женской головой, сирин. Мокше не надо притворяться, он увлечен не меньше самого создателя фигурок. Белки о грехе его не смущают. Так увлечен, что даже не пытается хвалить. Все отражается у него на лице. Кентавр, сирин, русалка и лев расположены ближе к краям. В центре же камня через довольно приличный промежуток находятся другие фигурки, их семь. Сокол! — угадывает Мокша. Рука. Голова кабана? Череп? Ох, страшный какой! А это кто? Еще одна кошка? Гепард. Сие зверь заморский. Голова у гепарды, как у льва, а тело собачье. Бежит, бают по пустыне. Зверь гепарда аж земля дрожит и сглатывается раз до семи верблюдов. С авторской обидой говорит Митяй. Еще бы, обозвать кошкой чудище, которое съедает до семи верблюдов. Мокша, как и Митяй, никогда живьем гепарда не видел, и в глазах у него мгновенно появляется надлежащее почтение. А это кто с крылами? Нетопырь объясняет Митяй. Мокше хочется узнать у Митяя, зачем он сделал эти фигурки, но любопытствовать неудобно. Еще бы! Ты старался, высекал, быть может, не одну неделю, а кто-то походя полюбовался, а потом раз! Вопрос в лоб, ну и зачем это все надо было? Однако Митяй и так угадывает незаданный вопрос. Он отбегает шагов на двадцать и, отыскав что-то в траве, нетерпеливо манит к себе Мокшу. Тот тоже хочет подбежать, но внезапно у него начинает кружиться голова. Сбег он переходит на шаг, а потом и вовсе останавливается, прикрыв лицо сгибом согнутой в локте руки. Стена горячего воздуха преграждает ему дорогу. Мокша чувствует, что еще шаг, и он сварится, как яйцо в кипящей воде, дышать и то горячо. Он втягивает воздух осторожно, носом, и то и дело недоверчиво ощупывает свои брови. Не сгорели ли? Не опалились? Митяй сидит на корточках и никакого жара не ощущает. Рядом с ним в траве лежит большой тусклый самородок. Не золото, серебро, да и то с примесями. Он перекорежило его как, — прикидывает Мокша. Митяй проводит по самородку рукой, гладя его. Нравится, да? Я принес его со скал второй гряды. На огромной высоте отыскал, на козырьке скалы. Сам не знаю, что меня туда потянуло. Поднялся на такую высоту, что и дышать нечем, а тут этот самородок. Я его, хватит, на седло едва довез. Ширяю тяжело очень было, а тут еще видения начались точно сонно его. Провалюсь куда-то, потом очнусь и понимаю, что мы еще летим. Кругом облака, облака и снежные шапки на гряде. Потом опять провал, и картинки какие-то мелькают, словно объясняют мне, что я должен сделать. Голос у Митяя звучит неловко. Он точно оправдывается. Что произошло, это с ним, а не с Мокшей. И что ты должен сделать? Мокша отходит на полшага, чтобы горячий воздух не так обжигал лицо. Отлить фигурки? Много. Каждый, наверное, по сотне, а то и больше, насколько самородка хватит, объясняет Митей. Лев, кентавр, русалка, сирин. Кентавр? Это переговариваться можно будет вдали. Русалка? Чудеса. Сирин? Тут исчез, в другом месте появился. Ну, в пределах одного мира, конечно. Лев? Сила. А ты сам их сочинил? Ну, фигурки, перебивает Мокша, которому хочется выдумать что-нибудь свое, какую-нибудь фигурку-самострел, которая единым махом семерых, побивахом или что-то в этом духе. Льва, кентавра, сирина, русалку придумал я, а свойства уже не я. Их я увидел, когда в облаках летел. А дальше мне нужны были фигурки для силы, для чудес и для другого всего. Ну, я и подыскал то, что больше подходит. Ведь кто сильнее льва? Разве что зверь-элефант. Понимаешь, да? Говорит Митяй. Мокша понимает. Понимать, причем быстро, почти мгновенно, по каким-то сигнальным словам, даже просто считывать молчание, его дар. К тому же он слегка опасается, что Митяй будет распространяться об элефанте. Сколько верблюдов он съедает и как крушит своим ревом крепостные башни. Он это любит. А те другие фигурки, говорит Мокша, опережая рассказ. Рука, не топырь, кабанье голова, почему-то их в центре камня высек. Вон, на краях, еще сколько места. Чтобы не плеснуть случайно, когда эти отливать буду. Оно, когда раскаленный металл льешь, не очень-то прицелишься, объясняет Митяй. А что дурного, если и плеснешь? Нельзя. Те семь фигурок надо из другого самородка отлить. Из всех только по одной. Да там на больше не хватит. Из другого самородка? Удивляется Мокша. Из какого другого? Лучше бы он об этом не спрашивал. Митяй делает к нему шаг, протягивает руку и Мокшу внезапно отбрасывает. Точно, пек легнул его копытом в грудь. Мокша лежит на земле, мокрый, жалкий и дышит, как выброшенный на берег рыба. Хорошо, что Митяй остановился, потому что сделай он еще пару шагов, мозг Мокши вскипел бы, а глаза сварились бы вкрутую. В руках у Митяя самородок. В сравнении с первым он совсем небольшой и тоже тускловатый, с примесями, касаясь ладони Митяя самородок временами вспыхивает да так, что Мокша слепнет. Мокша трет глаза, запоздала соображая, что прежде подойти ему мешал небольшой самородок, а этот, которого он даже не заметил, потому что все время смотрел на другой. Заметив, что стало с Мокшей, Митяй торопливо отступает. — Вот из-за этого, — объясняет он, — тот я на козырьке второй гряды нашел, а этот — за второй грядой. Из него я отолью семь фигурок. Череп последним буду отливать, а то, боюсь, не хватит. Промокнулся я слегка, с размерами. И как отолью, уже не будет такого жара, как сейчас. Почти всякий взять сможет. Это я точно знаю. Не волнуйся. Мокша садится, отирая салбопот. Ему до боли обидно. Митяй трогает самородок, как ни в чем не бывало, держит его, а он, Мокша, распластался на земле, как раздавленная лягушка. Зависть разливается в крови и сосет его, как червь. Это новое для Мокши чувство. Раньше он его не знал. — Ты бы взял их в наш мир, — советует он Митяю, пытаясь раздавить этого червя, пока он не разрушил их дружбу. Только представь, чего будет стоить два самородка здесь расплавить. Нужны кузнечные меха, уголь, клещи. А тут где это все взять? — Знаю, — вздыхает Митяй, — тут ни одному на год возник. Придется мещерю о помощи просить. Он с детства при кузне. Отец, дед, у него кузнецы. Он и сам кузнецом бы стал, если б не золотая пчела. Говорит, бросил я ее в раскаленный металл. А она, знай себе, ползает да от капелек отряхивается. Он, как это увидел, сразу все бросил и за пчелой пошел. Так и оказался у нас. — Так может, протащим самородки через болото? — предлагает Мокша. — Нет, — качает головой Митяй. — Ничего не выйдет. Я прикидывал, большой самородок через болото не протащить, тяжелый, а с маленьким в наш мир вообще нельзя. — Отчего? — Он из второй гряды. Если окажется в болоте, стенки болота не выдержат. Болото лопнет, и вся эта жижа хлынет. — Куда? Сюда? — Сюда не сможет. Хлынет в наш мир, и уродцы тоже у нас окажутся. А они давно, очень давно этого хотят с тех пор, как их мир протух. — Ты точно это знаешь? — спрашивает Мокша. — Да, — отвечает Митяй. Лицо у него серьезное, почти торжественное. Я ведь тоже собирался маленький самородок с собой провести, и вдруг точно наяву все увидел. Болото лопнет, как чири, и затопит. Межмирья оттуда и к нам прорвется. И потом, когда однажды двушка полыхнет светом, открыв свои границы, а это обязательно случится, только не знаю, когда, уродцы отравят и этот новый чудесный мир, который нам подарят. Потому что они умные, злее и хитрее нас, и они знают, как слиться с нами так, чтобы уцелеть. — То есть этот самородок, получается, очень нужен болоту? — уточняет Мокша с недоверием, разглядывая его издали. — Да, — Митяй подбрасывает его на ладони. — Мертвый мир за него все даст. Все свои знания. Да только, знаешь, я как-то не рвусь их получать. Мне нужны эти деревья, этот холм. Вон та вон скальная гряда, а знания... Да что в них толку, если ты сидишь потом закупоренный в болоте? Больше они о самородках не говорят. Митяй относит их подальше в траву, чтобы Мокша смог подойти, и продолжает высекать свои фигурки. Сидит и осторожно тюкает молоточком по зубилу и изредка слюняве палит, чтобы убрать крупные осколки. — Седло? — Нет, — угадывает Мокша, вглядываясь в его работу. Митяй дует, очищая фигурки изнутри, и пыль попадает Мокша в глаза. Мокша моргает. — Да, — отвечает Митяй, — седло. — А почему странное такое? Задняя лука, как трон, пег будет крыльями задевать. Митяй перестает тюкать. Ручка и молотка чешет переносицу. Ладони у него в каменной пыли, и ручка молотка подходит для этого лучше всего. — Это не для пега седло. — А для кого? — А я не знаю, — отвечает Митяй, — как сладость за щекой, содержа в голосе мечту. — Для кого-то другого, крылатого. — А я не знаю, — отвечает Митяй, — как сладость за щекой, содержа в голосе мечту. — Для кого-то другого, крылатого. Ни одни же пеги летают. Мне казалось, я еще кого-то видел там, за второй грядой. — Кого? — жадно спрашивает Мукша. — Далеко было не разглядел я, но не пеги. Пегов я и издали узнал бы, а эти другие — легкие, быстрые, глазом едва уследишь. А седло — оно любого приручит, как гепард. Мукша не может понять, зачем было делать две схожие фигурки. — А разница какая между седлом и гепардом? Есть она? — Огромная, — Митяничная гречится. Смешные бугорки прыгают над переносицей. — Гепард — это толмач. Хочешь волку что-то объяснить, хочешь ягненку, а захочешь даже кузнечку. А седло — это как царская корона, понимаешь? Прикоснись к одному, и все другие тоже твои. — Князь лягушка или цезарь мышей, да? — дразнит его Мукша. Он, конечно, сразу разгадал, зачем Митяю нужно это седло. Чтобы не только пеги были у них, но и те, другие крылатые существа, которых он видел издали. Митяй влюблен во все новое, жаден ко всему неведомому. Оттого у него и тяга к львам, и элефантам, и описание иного неведомого животного из книги Иова он знает наизусть. Поворачивает хвостом своим, как кедром, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Примечание. Животное это называется бегемот, а вот дальше начинается путаница. Потому что многие ученые и теологи сомневаются, что бегемот и гиппопотам — это одно и то же. Эти названия были объединены только в XIX веке, да и то без должных оснований. Гиппопотам — водную лошадь. Древние иудеи, долго живущие в Египте, разумеется, много раз видели. Бегемот же на их языке означает совсем другое понятие. Гигантский зверь или неведомое чудище. Да и нет у бегемота хвоста кедра. Хвостик у него короткий. Конец примечания. Митяй опять начинает тюкать молоточком и тюкать долго, больше обещанного часа. Мокша бродит вокруг пегов, спускается с холма. Опять на него взбирается и тайком утирается албопот. Это уже не от близости самородка. Время его пребывания на двушке постепенно подходит к концу. Митяй замечает это и с сожалением кладет молоток на землю. — Ладно, — вздыхает он. — Полетели. Сегодня еще раз вернусь. — Сегодня? Второй нырок без отдыха? — переспрашивает Мокша. — Ну да. А чего такого-то? Думаешь, ширею стал? Ну, на другого пега пересяду. Не понимает Митяй. Он искренне не видит здесь ничего особенного. Для вымотанного же Мокши это звучит так, как если бы греческий воин, пробежавший марафонскую дистанцию, чтобы сообщить о победе, не умер бы на месте от усталости, а заявил бы, что ему надо забежать еще в пару городов. Мокша садится на стрелу у Митяя и на Ширяя, и они летят назад. С приближением болота червячок зависти опять начинает шевелиться в крови у Мокши. Он любит Митяя. Дрожи боится пегов, то уверяет всех, что их обожает. Мокша как-то видел, как Маланя ныряет. Мокша трясется вся, в гриву вцепилась, на приближающуюся землю смотрит, как человек, которого скинули с колокольни. И что будете говорить, что ей на двушке хорошо? Ей бы поскорее вернуться к своей стрипне, да спрятаться за занавеску у печки. Вот и граница миров. Вершины сосен подергиваются дымкой и начинается нечетко проглядывать бурлящее болото. Митяя с беспокойством оглядывается, подавая отставшему Мокше знак «держаться поближе». Тот бы и держался, да стрела не желает. Не слушая шенкелей, она забирает то выше, то ниже, и не хочется болота. Митяя уже поздно останавливаться. Ширяя набрал хорошую скорость, он пронизывает границу и вскоре уже несется по тоннелю. Мокша, наконец справившийся с фокусами стрелы, спешит за ним. Ему не хватает разгона, и он быстро начинает отставать от Митяя. Вскоре тот уже едва виден. Крылья стрелы с усилием разрывают ловчие паутинки эльбов. Сколько же их! Видно, как они блестят впереди. Мокша захлестывают воспоминания, тоска, обиды. Со дна поднимаются синие утопленники подозрения. Он понимает вдруг, что Митяй потому так далеко ныряет, что зимой, когда пчелы живут в проголодь, отбирает мед у других пчел улья и отдает его своей пчеле. Да, только вот она разгадка, гадина какая, а еще чистеньким прикидывается. А он-то, Мокша, голову ломал, почему Митяй не такой, как все? А еще Митяй забрал себе лучшего пега, ширяя, и где-то прячет самые сильные закладки, отбирая их у остальных. Старика от язв на ногах исцелил. Ха! Еще неизвестно, существовали ли вообще те язвы. Мокша пытается сопротивляться этим мыслям, но эльбы только того и ждут. Чем сильнее Мокша возражает, тем шире открываются у него на Митяя глаза. Например, Мокша пытается возразить, что Митяю абсолютно ничего не надо. Он спит на потнике, укрывается старым тулупом, и тотчас понимает, что в тулупе зашиты золотые монеты и самоцветные камни. Он даже вспоминает, как однажды видел в руках у Митяя иголку с ниткой, а на коленях тулуп, и как Митяй смутился и быстро их спрятал. За стенками туннеля шевелятся страшные существа. Здесь и карлики с пылающими глазами, и пальцами, корнями, и какие-то медузы, и кучей серых живых тряпок. И все это, предчувствуя добычу, давит друг друга беспощадно, пожирает, расталкивает, и каждая спешит выбросить свою паутинку. Паутинки пока рвутся, но стрела выбивается из сил, на боках у нее пена. Фигурка Митяя впереди становится крошечной точкой. Будь он проклят! Почему он не разворачивает своего пега? Тоннелюски! Ха! Не лети, Митяй, первым, и не предупреди их! Проклятые уродцы не успели бы натянуть столько паутины! Да и почему они уродцы? Настоящий уродец — Митяй! А эти бедные создания просто заточены за стенкой своего задохнувшегося мира! Он, Мокша, их прекрасно понимает, потому что ему тоже плохо и больно. Мокша ощущает себя брошенным и преданным. Понимая, что все пропало, он обхватывает руками шею смученной стрелы и, бросив по воде, отдается полностью на ее волю. Конечно, благороднее было бы вообще свалиться с седла, чтобы лошадь могла спастись, но тут уж нет, не дождетесь! Мокша прижимается лбом к гриве стрелы и зачерпывает из нее спокойствие и простое лошадиное отношение к жизни, и ему неожиданно становится легче. Паутинки все так же цепляются, но рвутся, как гнилые. Митяй становится вдруг как-то неважен. Пусть, в конце концов, делает все, что хочет. Плевать! Стрела начинает ускоряться. Она измотана почти до предела, но еще способна на усилия. К тому же ее ждет же ребенок. Мокшу подташнивает. Он дышит через гриву и ждет, когда проклятое болото останется позади и даже чувствует уже, что выход из него близок. Внезапно стрела задевает крылом прочную паутину, которая не рвется сразу, но натягивается. Стрелу заносит в сторону. Мокша цепляет ногой стенку болота. На миг ощущает ее склизость, и тотчас проносится дальше, потому что паутинка уже порвалась. Несколько секунд спустя они выходят из болота, пронизывают дряблое межмирье и с толчком выходят из норка. Внизу отблескивают знакомые петли Москвы-реки. Она поднимается сперва горкой, потом ступеньками, затем двоится и начинает крутить и петлять. Мокша устала как-то независимо от себя, думает, что Москва-река похожа на ужа. Однажды он видел, как длинный уж греется на солнце. Так вот, это была вылитая Москва-река. Прямо под Мокшей, правее передних копыт стрелы, летит Митяй желтоглазый. Сдирает голову и, приложив ладонь козырьком глазам, кого-то высматривает. Замечает Мокшу и радостно машет рукой. Почему-то эта радость Митяя раздражает Мокшу, хотя морки болота уже расселись. Теперь он уже не считает, что в старом тулупе Митяя зашиты самоцветные камни. Стрела догоняет Ширяя, затем опережает его и спешит к жеребенку. Ей не надо указывать дорогу, она знает ее сама. Она летит, и солнце с ветром подсушивают пену на боках, превращая ее в сероватую тающую корочку. Час спустя стрела давно уже у птенчика. Митяй желтоглазый торопливо ест, собираясь в новый нырок. Только Митяй и Тит Михайлов способны обедать сразу после нырка. Другим горошину в горло не полезет. Мокша тоже относится к этим другим. Она бродит вокруг пегасни, вспоминая все, что было на двушке, и внезапно что-то ощущает в голенище правого сапога. Камешек туда, что ли, забился? Стащив с ноги сапог, Мокша вытряхивает его. На землю падает что-то крошечное, живое, точно вылепленное из грязных, выпачканных в глине тряпок. Корчится, селится уползти, выпускает отростки, похожие на ручки. Маленький Эль, почти личинка. Мокша брезгливо заносит сапог, собираясь раздавить, но отчего-то медлит. Садится на корточки и начинает разглядывать. Мокша вспоминает, как зацепил сапогом стенку болота и как нога на миг провалилась внутрь, хотя, говорят, стенки болота крепче алмаза. Существо корчится на траве, ему больно, солнце опаляет, его высушивает. Чем дольше Мокша смотрит, тем больше привыкает. Существо, если разобраться, не так уж и уродливо. Жалкое и маленькое, но не кажется таким уж опасным. Некоторое время Мокша размышляет, что делать с ним дальше. В траве валяется старый горшок. Мокша берет его и палочкой заталкивает Эля внутрь. Случайно он касается его сгибом пальца. Не успев испугаться, прикосновение ощущает удовольствие, которое трудно с чем-то сравнить. Пожалуй, это даже приятнее, чем гладить жеребенка или зарываться носом волосы любимой девушки. Оставлю. Это детеныш, и он пока безопасен. А когда подрастет, закину его назад в болото, решает Мокша. Все тут любят секреты. Что ж, пусть и у него, у Мокши, будет своя тайна, раз Митяй во всем превосходит его. — Эй, Мокша, что в горшке? Кашку из песочка варишь? — задорно кричит кто-то. На пороге пегас не стоит Сергию с немов. Высокий, длиннорукий, веселый, с торчащими выгоревшими волосами. В руках у него вилы. Мокша встракивает. — Ничего, отстань! — торопливо кричит он и, прижав к груди горшок, ныряет в кустарник. Он идет быстро, почти бежит и все время трусливо оглядывается. Между ним и Элем впервые возникает единение. Они оба напуганы, оба убегают. Самое смешное, что Сергию с немов и не думает ни за кем гнаться. Он пожимает плечами и исчезает в пегасне. Субтитры создавал DimaTorzok